итак сегодня у нас четвертый день это у нас вторник в принципе 11 утра теперь я решил такие показать что у нас его представляет наш номер и так во первых собственно вход вот обычная дверца инструкция там куда бежать при пожаре очень логично ключ вынимаем ключ вырубается все электричество не сразу через некоторое время вставляем ключ электричество отключается очень забавно далее итак при входе сразу видим полка для обуви странно сверху не снизу тут несколько вешалочек ну штук приблизительно 7 в принципе хватает соответственно полка где две кружки два стакана чайник чайник работает между прочим далее еще одна полочка здесь по идее запасное белье должно было когда-то лежать ну или просто так далее сейф сейф у нас в принципе довольно небольшой по объему так секретная комбинация любая может использоваться ничего не видно правда вообще он довольно такой вместительный очень неплохой жить можно ва далее холодильничек холодильничек рабочий небольшие по объему правда довольно неплохо даже с морозильной камерой типа правда лед не пробовали делать надо попробовать как-нибудь и так сказать удобство лет здесь у нас включаем свет три лампочки которые можно включать как снаружи и выключать так и изнутри опа опа это основная лампочка и дверь дополнительные около зеркала зеркало очень даже не маленькая я бы сказал по размеру довольно таки чайник так скажу блин короче горячая холодная вода все как положено чем вода реально горячая два стакана зачем-то почему-то именно здесь фен фен не знаю не пользовался вроде как рабочий и соответственно розетка для бритвы для всякой фигни причем что интересно евро и обычный разъем под любую короче фигню плюс 220 в сети штатники просто ужасе урна соответственно там туалетная бумага всякая конечно собственно толчок так душевая душевая обычная в принципе тут ничего такого экстраординарного тоже действительно горячая вода напор довольно хороший душ нельзя вынуть можно только немножко поменять направление так а здесь у нас глобальная вентиляционная система в общем сам тишер был бы просто счастлив но немножко днем шумит пойду днем я закрываю хочу интересное дело специальное полотенце для ног вот специально прям здесь положено все оригинально кстати полотенце меняют каждый день если чё шампунь тоже каждый день приносят приносят мыло шампунь это насколько я понял какой-то крем для тела шампунь так себе принципе не знаю но не дешевый явно а вот собственно полотенце аж 4 штуки на двоих то бишь соответственно вот это типа ванная большое два штуки и соответственно типа вот для рук для всего остального ну вот собственно комната все как обычно он телек какой-то не особо древний но не очень 3000 каналов смотреть абсолютно не хрен но в принципе не знаю может чего есть но как бы нашел что три наших ртр планета ртр вести и ртр 24 все что тут есть ну в принципе более чем достаточно для русского человека стульчик так сказать стульчик что интересно керамический это у нас короче с кровати всякая фигня тут валялась типа покрывала большое это типах стульчик тумбочка столик кстати говоря тоже керамика скорее всего соображение пыли еще одна розетка наблюдаем соответственно чтоб заряжать всякую фигню лампочка над зеркалом и очень неудобно снизу вторая розетка чёрт знает где еще одна урна еще один столик тоже керамика так это ванины вещи вон моя сумочка рюкзачок так это у нас пирамидка где написано о том что короче типа за все что мы здесь оставляем они ответственности не несут прячьте все свои но все такое свечечка так и не понял юмора но мало ли теле кстати спутниковый поэтому собственно 3 тысячи каналов поэтому отдельно тут у нас наблюдаем три пульта для кондиционера для телека и для спутниковой хрине телефончик можно звонить куда угодно но тарифе думаю просто несусветный и сзади наблюдаем еще одну розеточку и соответственно три выключателя выключатели довольно оригинальные то бишь они зажигают свет над кроватями две штуки и вот этот тушит либо зажигает свет в прихожей вообще оригинально потому что прихожей свет можно зажечь как в самой прихожей так и с кровати далее тут у нас стул один один мы вынесли на улицу так картинки какие то картинки картинка вот эта фигня походу разбрызгиватель при пожаре сплетуха рабочая реально как бы реально холодит правда хуже старенький явно и вообще без какой-либо надписи что за фирма ну мало ли так 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 дальше кроватки кроватки в принципе песня тоже интересная поскольку белье меняют каждый день каждый день что уже довольно неплохо причем полностью и покрывал и пододеяльник вот конечно вот эту хрень меняют и налажки кстати далее вот это кстати тумбочка тут маленький такой у нас сборник проводов и всякой фигни электронной так коврики вполне обычные дешевенькие но коврик есть коврики далее что у нас а теперь переходим собственно к веранде поскольку у нас не сия вью вид а обычный вид поэтому нам достался вид на улицу на трассу если быть совсем точным так что выходим евро окна кстати если что причем тонированные заметьте и вот веранда довольно шумно в принципе но вполне стуль который мы тут высунули чтоб белье на нем сушить соответственно тоже тут свет есть одна лампочка ну в принципе ночи вполне хватает и теперь подробный вид у нас на ветряки ветряков тут тьма походу тром так так же вот это вот крыша дискотеки в принципе на нее можно выходить но делать там ровно еще там нефик собственно лучше использовать помещение по назначению это собственно вот у нас тут остановка тут всякие там автобусы приезжают отправляют народ либо привозят да такси до хургады кстати говорят 10 баксов оба конца кто-то считает туда и 5 обратно в принципе говорят что в автобусе дешевле но поймать его практически нереально так что вот так вот соответственно справа и слева мы наблюдаем стройку стали стройчиеся отеля так что если бы получили номер налево и направо с видом вид был бы на стройке так что лучше даже на дорогу чем на стройке так что еще не сказал ну а теперь посмотрим давайте как оно все снаружи снаружи такой небольшой коридорчик вообще все здание полностью пронизывает коридоры можно из любой части здания попасть в любую другую часть нету никаких закрытых зон и так далее окошечко вид на море вот собственно это система охлаждения глобального чтобы охлаждать полы помещения соответственно вечером почти вообще вообще ее не слышно вот это у нас купол холла так сказать я потом еще пару фоток холла сделаю соответственно снизу его видно и вот так собственно выглядит как бы внутренняя часть отеля куча номеров вот это вот номера Sia View огромные просто по площади просто огромные с лежанками там как бы гораздо более условиями но и стоят они дороже и вот соответственно если пройти здесь немножко видим лифт ну да здание в котором 4 этажа особо забавно вот и соответственно наблюдаем мы здесь вид на скажем так большую часть отеля а именно все остальные внутренние не очень номера вот это собственно как бы типа одна из можно сказать комнат отдыха дальше мы наблюдаем бассейны фонтанчик сначала вот и вот там вот бассейны в общей сложности три штуки и одно типа джакузи типа даже там есть аквапарк потом пару фоток может сделаю вот на первом этаже соответственно слева и справа магазины вот здесь вот и вот и вот здесь вот далее вот там вот если видно сейчас в принципе далекие видно что отель продолжается там еще один корпус номера там вроде как дороже и дальше так называемые бунгало то бишь домики по одному единственному как бы помещение целый домик довольно типа дорогие ну пока что все поможем